наш самолет загорелся при посадке летели в анталию и сочи загорелась левая сторона то есть стало ли не цеплами естественно все или я вспомнил да историю с сухим суперджетом аэрофлота когда там был самолет сгорел вот люди начали паниковать а а Третий час ждем багаж. По новостям говорят, мы в пятизвездочном отеле. Сыты, накормлены. Все хорошо. Наш пятизвездочный отель. Молния. Российский борт сгорел. Санкциям на пользу в аэропорту курортной Анталии. Накануне загорелся российский самолет со ста людьми на борту. Паника, истерика. Крыло загорелось. Россияне в панике не записывали видео. Все это мы посмотрим прямо сейчас. Бесплотники атаковали Калужскую область. В Калуге возникли пожары на нефтеперерабатывающем заводе и калужском приборостроительном заводе «Тайфун», сообщает Росмедиа. Губернатор в ярости. Неспокойно прошлой ночью было и в Курске, где сообщали о громких взрывах и хлопках. Губернатор Курской области Смирнов заявлял о ракетной опасности и о работе ПВО. Говорят местные власти, что над областью сбили больше семи ракет и десятки беспилотников. В Тбилиси вновь протесты. Протестующие стягиваются к парламенту. Там разгружают автомобили с палатками, генераторами, ковриками, продуктами. Об этом пишет «Пейпрокуртил». Приходит сразу несколько протестных акций. Марш женщин с чемоданами, марш художников, марш студентов и преподавателей вузов. Их требования – это новые парламентские выборы. Медиа сообщает, что организаторы акции планируют ночевку у парламента сегодня, завтра, послезавтра и собираются делать все возможное, чтобы прошли новые парламентские выборы. Друзья, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал «Дарши сливой». Мы делимся полумиллиона, мы работаем для русскоязычной аудитории по всему миру, чтобы она знала правду. И каждый ваш комментарий, каждый ваш лайк, каждая подписка делает все возможное, чтобы это видео посмотрело так мощно больше людей по всему миру. Друзья, санкциям на пользу в аэропорту курортной Анталии. Накануне загорелся российский самолет. 95 человек на борту. Давайте посмотрим, как это было. Вот загорелся при посадке. Летели в Анталию и Сочи. Я ищу дышать, все в тему. Началась тявка и паника. Дели выбрались. Трап спасательный. Как вам сказать, мы снизились над полосой и прям без компромисс, так сказать, ударились об нее. И самолет очень резко дал по тормозам. В моменте казалось, что мы как будто ложимся на левое крыло. Потом мы очень быстро остановились и ничего не объявлялось. То есть, да, то, что наш самолет совершил посадку, погода хорошая, как обычно. Вот. И закончилось все тем, что просто мы увидели, что у меня жена увидела, что топливо разлилось. Вот люди начали паниковать. Как бы не было понятно из-за чего. А потом, когда уже загорелась, типа загорелась левая сторона, то есть, стало виднеться пламя. Естественно, как бы все, ну, я так думаю, по крайней мере, я вспомнил, да, историю с сухим суперджетом аэрофлота, когда там полсамолет загорел. Вот. Естественно, как бы, ну, люди начали вскакивать с места. Ну, как бы, я не скажу, что была какая-то паника, да. Да, просто все встали, там, взяли свой, не багаж, а ручную кладь. Ну, достаточно относительно ситуации, которая происходила, все вышли достаточно спокойно. Вот. Открыли вот эти спасательные трапы. Мы вышли. Все отбежали на безопасное расстояние. И, честно сказать, ну, вот лично меня успокоило действия турецких спецслужб, которые, вот именно пожар, тушение. Все было сделано настолько грамотно, настолько быстро, что они не допустили дальнейшего сгорания. И детонации бензобаков самолета. Вот. Стюардессам вообще, на самом деле, девчонки, я хочу отдать должное, что они, как бы, всех вывели, всех сопроводили. И, да, конечно, страх в глазах виднелся, но они были большие умницы. Вот. Поэтому персоналу Азимута отдельное спасибо. Я не знаю, как там что и было. Была ли это ошибка пилотирования, либо это была неисправность мотора. Но самолет, если честно, он необоснованно гудел. То есть, прежде я такого не испытывал, хотя мы летаем довольно часто. Вот. Ну, как бы и все. Ну, по окончанию посадки, когда все пошли на паспортный контроль, все просто шли, смеялись. Да, и все, как бы, ну, что говорить, русские. Ну, как бы, ну, как бы. Ну, как бы. КОНЕЦ Сухой суперджет 100 российской авиакомпании «Азимут» прилетел из Сочи. Двигатель загорелся после жесткой посадки. В аэропорту авиакомпания заявила, что причина инцидента сдвиг ветра, пишет агентство Reuters. Официальные органы рассматривают ошибку пилотов, неправильно выбранная скорость при заходе на посадку в сложных метеоусловиях. На борту находилось 89 пассажиров и 6 членов экипажа, которые удалось эвакуировать. Пассажиры ждали багаж 8 часов, ночевали люди с детьми в кафе аэропорта на стульях. Давайте посмотрим это видео. Третий час ждем багаж. По новостям говорят, мы в пятизвездочном отеле. Сыты, накормлены, все хорошо. Наш пятизвездочный отель. Из Бургер Кинга сэндвич. Вышел представитель Азимута и говорит, а что я еще могу сделать. Еще раз, чтобы быть точными, пассажиры ждали багаж 8 часов, ночевали люди с детьми в кафе аэропорта на стульях. Позже появилась информация, что пассажиры с злополучного рейса собираются подать коллективный иск против авиакомпании Азимут. По данным сайта Flightradar24, который отслеживает полеты, самолет эксплуатируется 7 лет. Телеграм-канал Авиа Трощина пишет, что этот же самолет на рейсе Минеральной воды Иваново совершил аварийную посадку во Внуково в октябре из-за отказа гидросистемы. Санкции работают, друзья. Эксперты в области авиации припоминают, что у этого борта ранее также повреждались створки шасси. Санкции работают. Мордор, страна, которая напала на другую страну, убивает украинцев, получает возмездие. Их самолеты все будут падать. Более того, в тот же день еще один сухой суперджет, тоже авиакомпания Азимут, совершил аварийную посадку в Красноярске. На этот раз без пожара, но также с неисправностью гидравлики передней стойки шасси. В 2019 году, похожий случай в Шереметье, во время жестокой посадки, ССД и стойки шасси пробили топливные баки, лайнер загорелся. Тогда погиб 41 человек. Россия испытывает нехватку самолетов из-за частей, к ним из-за западных санкций. Привет, Мордор! Введенных в связи с российским военным вторжением в Украину в 2022 году. Каждый рейс на грани риска. Россияне продолжают летать самолетами, скорее всего, еще не понимая, насколько сильно каждый полет близок к катастрофе. Смотрим. Значит, это не наш. Я живу в СССР, стоял, 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 стоял. СССР, стоял, стоял, стоял. СССР, стоял, стоял, стоял. Третий час ждем багаж. По новостям говорят, мы в пятизвездочном отеле. Сыты, накормлены, все хорошо. Наш пятизвездочный отель. Из бургер Кинга, сэндвич. Вышел представитель Азимута и говорит, а что я еще могу сделать? Ну и блестящим новостям, друзья. Курскую область обстреляли баллистическими ракетами-атаком. Об этом сообщают Роспаблики. Письмо, что ПВО якобы сбило все ракеты вблизи Курчатова, где находится атомная электростанция в Курске, а также в нескольких населенных пунктах неподалеку от границы. Предварительно одна из ракет атаковала военный аэродром Халина. Слава вооруженным всем Украины. Вся Россия должна гореть и России вообще не должно существовать. Смотрим. Продолжение следует... 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 Смотрите. Долбоёбы. Вон. Видите? Да долбоёбы. Видно? Нет? Пиздец. Трубы где у нас? Вон, всё, погорелось, а пожарка прилетит. Нихуяк летай! Вон! Блин! Вон! Вон! В Грузии продолжаются протесты в центре Тбилиси. Снова установлены палатки. Вечером, в воскресенье 24 ноября в Билиси оппозиция возобновила акцию протеста из-за непризнания парламентских выборов в стране. Правоохранители окружили здания парламента, пытались препятствовать установке палаток. К ночи на площади республики началось собрание оппозиции, в нём приняли участие профессора и преподаватели Тбилисского государственного университета, а также представители сферы культуры. Около полуночи полиция оцепила здания грузинского парламента в МВД организаторов-участников акции протеста предупредили, что примут меры в случае попыток заблокировать здание. И более того, несколько десятков человек провели ночь в палатках на проспекте Руставели накануне первого заседания парламента Грузии, нового созыва в понедельник. Сегодня в Тбилиси перед парламентом Грузии продолжаются акции протеста против результатов парламентских выборов. Давайте посмотрим, как это происходит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Демонстранты ждут депутатов, к ним присоединились часть студентов из Батуми, перед издания Грузия Онлайн. По наблюдениям журналистов, обстановка перед парламентом Грузии утром 25 ноября оставалась спокойной, однако полицейские задержали одного из участников акции. Как уточняет агентство Интерфакс, со ссылкой на МВД Грузии задержан гражданин, ранее судимый по обвинению в нападении на полицейского. Грузия Онлайн отмечает, что на площади свободы утром 25 ноября были мобилизованы водометы. Там же находился спецназ. 25 ноября заседание первого парламента состоялось, нового созыва, на котором будет избран новый председатель законодательного органа, а также утверждены премьер-министр правительства Грузии. По данным Интерфакс, на должность спикера будет выдвинута кандидатура Шалвы Пуашвили, ранее занимавшего этот пост, а на должность премьер-министра Ираклия Кабахидзе. Друзья, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой YouTube-канал «Дашь счастливая», мы дверемся к полумиллиону подписчиков, мы работаем для русскоязычной аудитории по всему миру, чтобы она знала правду о российской агрессии, поэтому каждый ваш лайк, каждый ваш комментарий, подписка делает доброе дело, будьте на стороне света, поддержите украинский контент. Еще раз, мы боремся с российской пропагандой, для нас очень важно каждый ваш комментарий, каждый ваш подписка и лайк, в комментариях напишите, откуда вы нас смотрите, географию просмотров и несколько теплых слов в поддержку Украины. Друзья, слава вооруженным силам Украины, героям слава, мы обязательно победим.